Поражает то, как нужно было испоганить мозги людям, чтобы они чувствовали себя, как дома на чужой земле, да ещё жгли её, убивали, убивали, убивали. Эти слова принадлежат Галине Брокбельцовой, главной героине нового хроникодокументального фильма «Битва за небо». 41-ю картину из Рафилла Сафарова успели посмотреть в школах тысячи старшеклассников. В юношеской районной библиотеке штурман женщина, которой на днях исполнилось 93 года, рассказала ребятам из 2-й и 16-й школ о беспощадной битве, длившейся с первых до последних секунд Великой Отечественной войны – битве за небом. Тараны не были известны в мировой авиации. Только у нас, на Руси, впервые были использованы тараны, наши милетчиками. Одна женщина в истории всей мировой авиации, Екатерина Зеленко, ИСУ, Украина, применила тараны. Фильм охватывает ключевые события Великой Отечественной войны, так что у зрителя складывается чётко о ней представление. Показаны личности и характеры наших лётчиков. Все они – герои войны. Галина Брокбельцова в 18 лет стала штурманом пикирующего бомбардировщика Пе-2. Два мотора, такая хищная, дерзкая птица. Пикирующий бомбардировщик выиграл войну. Это единственный ближний бомбардировщик, который серийно производился в Казани, без конца поступал и бил врага, бил, бил, бомбил. От Москвы до Берлина. В фильме главная героиня в мельчайших подробностях вспоминает о боевых вылетах, каждый из которых мог оказаться для Брокбельцовой и её подруг последним. Материалы этого фильма чрезвычайно актуальны. Особенно сегодня, когда отмечается 75-летие снятия блокады, когда говорим о Втором фронте, об открытии, о вкладе, об истине, что было, чего не было. Сегодня мы говорим «Битва за Ленинград», сегодня мы говорим «Танковая битва» и сегодня, показывая фильм «Битва за небо», мы подчеркиваем, что не было события, в котором бы летчики не принимали участие. Хроника и документальный фильм «Битва за небо» смотрятся на одном дыхании 44 минуты. Его следует посмотреть хотя бы за то, что съёмки проходили в Монинском музее ВВС. Ну а кадры, взятые из архива Министерства обороны, только-только рассекречены. Что бы я сказала? Я сказала бы, сволочь, фашист, чтоб тебя сбили скорее, чтоб ты сдох. Субтитры создавал DimaTorzok